И всем привет, ребят, с вами снова я, Саша, и сегодня я снимаю очередное видео из тематики Back to School, потому что вы меня просите снимать продолжение, и я решила, почему бы и нет, тем более у меня еще остался один очень классный магазин, в который я еще не съездила, потому что он был закрыт. Так вот, поэтому сегодня я вместе с вами отправлюсь в этот крутецкий магазин, чтобы посмотреть канцелярию, также показать ассортимент канцелярии вам, потому что в основном, я уже повторяюсь, в сотый раз канцелярию я всю купила и в основном буду показывать для вас, потому что до сих пор, к сожалению, получаю такие комментарии из рода, ты уже купила много канцелярий, зачем тебе еще, поэтому да, я снимаю в основном для вас, и также хотела бы сказать перед началом этого видео, что я поеду в магазин Зака, чтобы не было вопросов в комментариях. Я уже собралась, так что погнали. Решила вам быстренько показать мой сегодняшний лук, это джинсовка, моя любимая футболка со Snoopy, и также мои леггинсы. Я сейчас уже на пути в магазин, и хотела вам напомнить, или тем, кто еще не знает, на моем канале сейчас проходит конкурс до 24 июля, то есть до этой пятницы, так что подсказка будет вот здесь вот на экране, и ссылка обязательно будет в описании, так что если ты еще не участвуешь, то скорее участвуй, потому что там супер классные бельзы, в том числе и канцелярия. Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки милые, прикольные, просто посмотрите на эту прелесть. Очень много всяких тетрадочек и в клетку, и в линейку, например, вот эта вот тетрадочка в клетку. Такой прям блокнотик, тетрадь, которую можно носить с собой в школу. Также есть вот такая вот тетрадь, уже побольше формата. Эта тетрадь на 38 листов, и стоит она 100 рублей. Также есть с собачками, просто с горошек, и всякие другие прикольные. Также вот эти вот тетрадки уже идут в обложке. Есть очень много разных в пастельных тонах. Еще вот эти мне тетрадки тоже очень понравились. Они поменьше, и с кошечками, просто с какими-то надписями. Вот такая вот есть с пантерой, или это тигр, я не знаю. Далее вот такая вот тоже тетрадь милая, с кошечками маленькая. Вот это вот, по-моему, тетрадь с драконьим фруктом, если я не ошибаюсь. Ну и вот эти мне на самом деле тетрадки очень понравились. Я считаю, что они очень практичные и очень удобные. С акулой тетрадка, просто с черной надписью. Придвигаемся дальше. Это вот такой вот словарик. У меня такой есть дома, мне он очень нравится, очень удобный. Он есть в разных расцветках, и у меня дома, по-моему, с динозавром. Также идут вот такие вот стикеры. У меня такие тоже есть. Вот прям вот такие вот мятные. Очень тоже классные, мне они очень нравятся. Есть вот такие вот также стикеры с котиками. Просто какие-то стикеры с ламами, фиолетовые, персиковые. Тоже очень крутые, мне кажется, и будут удобны в использовании. Далее блокнотики. Блокнотик с каким-то зайчиком. Есть еще с юникорном. Также вот эти вот милые тетрадочки просто покорили мое сердце. Просто посмотрите на эту прелесть авокадо. Стоит 100 рублей. Ну просто бомбический реально блокносик. Вот такая вот тетрадь тоже практически формата А4 стоит 100 рублей. Она в клеточку. А сейчас решила себе выбрать вот такую вот большую тетрадочку, потому что она мне в данный момент нужна для занятия английским. Я выбирала между вот всеми этими и остановилась на тетрадке в горошек. Но она мне прям очень понравилась. Стоит также 100 рублей. И я считаю, что она очень прикольная. Особенно, что она еще в клетку. Для меня большой плюс. Теперь перемещаемся к разделу со всякими папочками, планшетами. Например, вот этот вот планшет стоит 350 рублей. Очень красивый, глиттерный. И я бы себе такой купила. Но, правда, у меня уже есть планшет. Также декоративные скотчи. Они тут по 90-100 рублей. Есть очень прикольные вот такие вот всякие бумажные и просто с какими-то милыми рисуночками. Вот еще есть с игнорожками. Также вон там еще папки. Вот эти папки мне прям очень понравились. С клубничками. Такие летние-летние, яркие, розовые. И еще внутри они переливаются. Кому интересно, такая папочка стоит. Она стоит так же, как и предыдущая папка. То есть 350 рублей. Еще есть всякие с арбузиками. Это вот такие вот пакетики, чтобы носить в них продукты. Стоят 400 рублей. Всякие зонтики. И дальше уже идут рюкзаки. И снова еще есть папки. Вот такая вот милая папка с динозаврами. Она очень приятная на ощупь. Такая прям классненькая. Еще есть вот такая вот с зелененькими динозаврами. С мышкой. Такая небольшая папка. Очень удобная, чтобы носить всякие тетрадки. Возможно, в школу. Также вот такие вот полупрозрачные. Вот такая вот папка с природой. Снова папка, но уже с всякими вкусняшками. В теме пикника такая прям глиттерная, глиттерная, классная. И вот такие вот папки пастельные в минималистическом стиле. Мне тоже очень понравились. Теперь перемещаемся к рюкзачкам. Их тут тоже достаточно. Например, вот такой вот рюкзачок стоит всего лишь 1000 рублей. Мне кажется, он довольно-таки приятный. Также есть вот этот вот фиолетовый. Он стоит 1500 рублей. И есть похожий только с драконом. Далее есть вот такой вот серийный рюкзак. Рюкзак с драконьим фруктом, опять же таки. И много-много других. Вот такая вот смешная сумочка. Она стоит 800 рублей. С монстриком такая очень симпатичная. Ленточные корректоры. Есть в виде лампочки, в виде всяких лапок, в виде облачка. Например, вот такая вот есть с всякими зверьками. Вот такой вот маленький переносной степлер. Очень удобный. Стоит 190 рублей. Думаю, классно будет его брать с собой. Также есть вот такая вот замазочка за 80 рублей с авокадо. Еще много-много других. Просто на самом деле глаза разбегаются от выбора. Вот такие вот всякие блокнотики на кольцах, которые, кстати, очень люблю использовать для запоминания слов на английском. Всякие с леопардиками, с китами и с другими прикольными животными. Ребята, ну все, похоже, я остаюсь просто в этом магазине, потому что неимоверное количество милых канцелярий. Например, есть вот такие вот маркеры. В наборе три штуки по стальных цветах. Также есть вот такие вот поярче. Очень прикольные тоже. Всякие блокнотики. Например, вот такие вот мини-ежедневнички даже. Далее вот такой вот набор из ручек в виде лапок котика. Мне очень нравится. Тут пять штук разных цветов. Также вот это прям крутецкий набор. Четыре ручки с авокадо, с всякими фруктиками. 225 рублей стоит, кому интересно. Также есть три блокнота с персиком, с авокадо и с каким-то еще фруктом. Вы видели выше. Также вот такие вот стикеры. Есть с персиком, есть с разными фруктиками. Много-много тетрадочек, блокнотиков. Этот блокнот прям крутецкий. Он всякими кошечками. Выглядит очень мило. Также сейчас мы пойдем с вами смотреть пеналы. Я просто обожаю выбор пеналов в этом магазине. Так вот, тут есть всякие пеналы с кошечками, с таким вот рисуночком космоса. Кому интересно, такой пенал стоит вообще 250 рублей. Еще есть много других. Например, черные, такие вот сверкающие, просто в виде какой-то фольги. Ну, в общем, есть на любой вкус и цвет. Есть и яркие, есть и такие более нейтральные. Например, вот такой вот есть с каким-то монстром пенал. Вот этот очень прикольный с единорожкой. Кому интересно, такой пенал стоит 650 рублей. Еще есть такой же, только розовый. Пенал, кстати, как у меня, только у меня дома пенал с авокадо и такой пенал стоит 350 рублей. Далее, всякие меховые пеналы. Вот этот пенал мне, кстати, понравился. Вот такой вот пенал с лобстером, голубой и с блесточками. Очень классно, мне кажется, будет смотреться. Также есть розовый пенал с какой-то кошечкой. И рядом пенал с каким-то животным, как будто мордочка кошечки. Ну, и всякие тоже глиттерные пеналы. Далее, вот такие вот есть кардхолдеры. Все такие яркие, интересные. И рядом висят ластики. Ластики в виде кошечек, ластики в виде макрунцев, ластики в виде персиков. Просто какие-то летние наборчики. Здесь идут ланчбоксы. Также есть рюкзачки, какие-то мягкие игрушки. И в основном много стаканчиков. Мне реально всегда нравится выбор стаканчиков в этом магазине. Если честно, я всегда себя хочу купить, но забываю. Так вот, мне очень понравился в этот раз вот этот стаканчик с вот такими вот тиграми. Он стоит 350 рублей. Еще есть всякие в виде русалок, в виде каких-то других животных. Есть вот такая вот прикольная бутылочка, стоит 500 рублей. Есть еще вот такая вот похожая только с кошечкой. И вот такая вот с каким-то мишкой розовая, тоже яркая, позитивная. И рядом красная, кстати, очень яркая. Я бы себе такую взяла, если бы у меня не было бутылки. Также ланчбоксы. Вот такой вот есть многослойный ланчбокс с авокадиками. Он стоит 300 рублей, кому интересно. И, возможно, там будет удобно носить с собой еду в школу. Также вот такой вот ланчбокс, как у меня прям тетрадка новая. Еще много всяких-всяких игрушечек мягких. Также вот такой вот стенд со всякими прикольными мелочами. Например, вот такая вот штучка есть, которая переворачивается. Получаются там такие типа спецэффекты. Разные прикольные всякие реально мелочи. Я не знаю, что это, но это прикольно выглядит. Разные подсветочки. Вот такие вот, в виде алмазика, например. Или какие-то мягкие игрушки. Вот такая вот прикольная гирлянда в виде лобстера. Мне она понравилась тем, что она такая оригинальная. Теперь я видела вот такой вот стенд с всякими ластиками, ручками. Вот такими вот. У меня, кстати, есть похожая ручка, которая лежит правее. И она очень классно пишет. Вот эта вот ручка прям мне нравится. Далее снова ластики. Мини-такие блокнотики на кольцах. Вот такой вот прямо у меня есть с динозавром. Я его просто обожаю и пользуюсь им очень часто. Также вот такая вот штучка с динозавром. Точнее, это клей. Он стоит 100 рублей. Очень мило выглядит на самом деле. Различные европейские вкусняшки. И чуть ниже располагаются вот такие вот гелевые ручки в виде дорожки. И также рядом располагаются ручки в виде динозавров по 80 рублей. Помимо канцелярии, тут есть чехлы для телефона. На самом деле мне многие понравились. Прям есть крутые чехлы для телефона. Но, к сожалению, не было чехла на мой телефон. Поэтому я себе никакой не купила. Есть вот такой вот глиттерный с блестками, с какими-то надписями, с кроликами. В общем, реально крутые. Вот такие вот повязки на голову для макияжа стоят 200 рублей. Есть разные серые. Такая вот бежевая, коричневая и черная. Просто маски для сна. Есть тоже с прикольными рисуночками. Стоят 250 рублей. Есть и мягкие, и просто вот такие из обычной ткани, можно так сказать. И далее вот такой вот контейнер. Я не знаю для чего, но, по-моему, для линз. И также всякие такие прибамбасики для линз. Также вот это очень крутая штука. Это такой набор, куда можно складывать линзы. Я так понимаю, контейнер. И еще там есть зеркало. Считаю, что будет очень удобно. Стоит 400 рублей. И также есть прикольные всякие чехлы для очков. Ручки шариковые, гелевые по 100 рублей. Есть разные с пончиками, розовые, с принтом каких-то вот цветочков. Также вот это очень интересная ручка с динозавром. И тут есть такой миленький брелок с динозавром. Мне кажется, очень прикольно и так продумано. Стоит 140 рублей. Еще рядом карандаше автоматически. Но вот это просто прелесть. Стоит 150 рублей. Набор из текстовыделителей. Удобно брать с собой. Еще есть такие вот пастельные. Просто крутецкие. Я бы себе на самом деле такие купила. Но у меня много канцелярий. Поэтому я их себе не взяла. Также много различных ручек. Вот таких вот гелевых с блесточками. И всякие сквиши. Рядом тоже висели вот такие вот крутые блокнотики с динозаврами. Которые мы видели ранее. Только они были чуть-чуть с другими рисуночками. Есть еще вот снова с авокадо. Бумажные закладки с юникорнами. Еще есть вот такие вот штучки. У меня таких дома много. Я на самом деле люблю их использовать. У меня есть вот такая вот прям с котиком. Снова бумажные закладки. Вот такие вот есть стикеры интересные. И также вот такие вот стикеры с персиком. Есть еще с вишней. Просто какие-то летние. Всякие прикольные, позитивные. Снова с юникорнами. Фиолетовые, голубые. В общем, очень много. Тут есть столько классных наклеек. Действительно интересных. Например, вот такие вот у меня есть. Также с какими-то котиками. С разными животными. Вот такие вот разноцветные. Еще рядом лежат наклейки в виде марок. Розовенькие. Также просто наклейки с котиками. С какими-то принцессами. Просто в виде еды. С разными какими-то персонажами, комиксами. В общем, реально их очень много. Также декоративные скотчи такие гигантские. И просто какие-то наклейки. Так понимаю, возможно, это на ногти. Еще рядом есть всякие прикольные наборчики. Вот такие вот наборы с линейками. Вот такого также есть в циркуле. Он стоит 150 рублей. Маленькие калькуляторы такие компактные. Калькуляторы уже побольше. В виде мордашек животных. Снова линейки. Есть и большие, и поменьше. С глиттером. Всякие-всякие. Интересные. Также с подвесочками. И вот такой вот набор есть из линеек. Тут идут носочки с юникорнами. Просто яркие, позитивные. Какие-то с цветочками. Все вместе выглядит, на самом деле, очень так эффектно. Также можно купить подарочный пакет. На самом деле, мне тоже понравился выбор. Я таких до этого не видела. Просто с драконьим фруктом, с мышкой, с каким-то принтом зебры. И также есть вот такие вот брелочки на ключи. Или можно, не знаю, на рюкзак повесить. Мне очень понравился вот этот вот. И вот этот вот с пингвинчиком. Прям очень классные. Вот. И чуть ниже находятся вот такие вот бумажные стикеры с котиками. Также есть огромный выбор открыток. Разных таких вот в пастельных тонах очень милых. Итак, я уже вернулась из магазина с канцелярией. На самом деле, мне все очень понравилось. Там очень много прикольной и милой канцелярии. Конечно же, я перед этим закупалась в этом магазине. Поэтому я купила всего лишь одну тетрадь. Вот такую вот прекрасную для занятия английским. Она мне нужна. Просто она мне очень понравилась. Не смогла мимо нее пройти. Очень красивая, в горошек. С таким классным принтом. И стоила всего лишь 100 рублей. Также, как вы могли наблюдать дальше, я зашла в магазины с одеждой, чтобы посмотреть себе что-то из одежды. Если что, это моя собака. Абус Иса. Всем привет! В общем-то, да. Я зашла в магазины с одеждой и просто ничего себе не нашла. То есть, я смотрела, что это для школы. Возможно, какие-то брюки, пиджак и тому подобное. Но там ничего не было. Поэтому я себе ничего не купила. Также, говоря об эктискуле, об одежде, я пока что не могу его снимать, потому что в магазинах, в принципе, ничего нет. И лично у нас вообще не завезли ничего нового. Так что буду ждать. И, возможно, это видео будет вообще в середине августа, где-то так. И также, перед тем, как закончить это видео, я бы хотела спросить у вас, закупились ли вы уже канцелярией или планируете закупаться, например, на этой или на следующей неделе. Напишите в комментариях. Мне будет очень интересно. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!